друзья всем привет добро пожаловать на канал посылка из китая сегодня продолжаем обзор большой посылки с обувью с сайта 6 pm в прошлом видео было три коробки с обувью бренда tommy hill figure сегодня будут две коробки нью баланса и одна коробка с обувью стал кони погнали итак в общем сегодня вот делаем обзор от этого вот этого и еще вот этого ах красивая коробочка нравится она мне такая синенькая классика но в общем что хотел сказать по поводу выбора если вы задаетесь вопросом как выбрать и так далее то посмотрите предыдущее видео я там рассказал как я выбираю ну вкратце просто выбирайте свой размер сортируете по популярности и выбирайте просто чего нравится по доставке я тоже рассказывал прошлом видео тоже вкратце посредник из и шип ссылка внизу в описании доставка дешевая в боксбери приехала ну короче посмотрите предыдущие видео и все поймете не буду повторяться и детально все рассказывать еще раз в общем три пары обуви сегодня две пары не баланса одна пара кроссовок соу кони но тоже как поизвестно на самом деле контора в ладно в общем давайте быстренько открывать смотреть мерить ну и в процессе уже все обсудим погнали итак первая коробка с обувью давайте начнем соу кони известно на самом деле очень производитель кроссовок и спортивные обуви но не знаю почему-то в россии как-то он не очень такой популярный не очень на слуху так модель джаз оригинал цвет неви размер 10 с половиной ю с ну они конечно вот великоваты потому что прям реально размер уже 44 с половиной евро для меня уже будет там очень очень ну я их тогда брал собственно уже просто даже таким расчетом чтобы просто посмотреть что это за фирма и как они вообще выглядят так ну и давайте посмотрим что это за фирма и как они выглядят отлично отлично сейчас все это мы вытаскиваем что там обито и смотрим ближе ну чё в общем классные кроссовки выглядят хорошо ну конечно они такие как бы тяжело за ними на работу ухаживать потому что все-таки здесь замша материал натуральный и он такой губы но подвержены загрязнениям больше ну то есть мы конечно лезть где-нибудь на лето например когда чисто сухо гонять в принципе прикольно все очень кайфово сделано на самом деле очень приятно здесь такая приятная мягкая замша очень приятная на ощупь здесь впереди на носке есть перфорация все хорошо прошито но обычные обычные шутки здесь эта планка усилена то есть здесь она двойная по толщине чтобы дырки не вырывались ливерс есть ну то есть просто обычные отверстия металлические так идем дальше задник из другого же цвета логотип выштемпован на заднике и необычная кстати еще подошва такая форма у него специфическая и логотипы ну то есть вот эти вот треугольнички стрелочки у фирмы салконе по-моему частенько встречается где-то я уже такое видел так что еще здесь на подошве xt 600 м видимо может эта модель не знаю что это как стелька до стельку можно вытащить и соответственно измерить давайте это и сделаем длину стелька примерно 29 сантиметров засовываем ее обратно ну и давайте у нас это кроссовки давайте их взвесим почему нет в конце концов получается 377 грамм весит один кроссовок в общем прикольно все сделано достаточно качественно ничего не могу сказать то есть подошва здесь она как бы состоит из двух частей то есть верхняя вот этот толстая часть она мягкая и резиновая жесткая нижняя часть которая защищает уже вот именно задник от износа ну и здесь тоже кстати скос тоже вот и жесткий то есть это подошвы там заходит на задник идем дальше всеми любимый new balance но эта модель необычная тоже взял выбор от продажи за какие-то копейки чисто так просто ну посмотреть модель mwm 756 b2 десятый размер соответственно и самое интересное что здесь экстра латч то есть ширина полота обуви 4 е то есть но и здесь наклейка об этом уже говорит вальса вейла был то есть широкая ширина доступна и здесь как раз есть ширина обычно есть 2 е есть 4 е и здесь экстра вальту есть очень широкие но так как у меня широкая нога я и хотел посмотреть взять и попробовать еще как не было все вообще широкие как они себя ведут так ну давайте посмотрим поближе очень странная на самом деле модель потому что но они так называются так сказать country walking такие типа но типа деревянские калошки или не знаю как назвать но что-то в них такое есть но плюс их в том что они слепоны то есть здесь нет никаких шурков здесь нет никаких замков то есть просто по резинкам заставлена она растягивается и соответственно обуваетесь ну то есть в плане конечно удобства до одевания обувания вообще колесо клево сделано давайте посмотрим поближе как они сделаны здесь замши логотип new balance такая вставка здесь из какого-то материала видимо но чтобы замши изначально не пачкалась уже как бы от подошвы чтобы отделить замшу и подошву все-таки но если там вступили в небольшую лужу что потом просто потерять тряпочки вот эту часть и замши не отмывать толстая достаточно подошва также вот она состоит из двух частей то есть это вот часть серая на кого не помягче и жесткая эта часть черная она там такая ну прям очень грубая ну и соответственно протектор это тоже такой достаточно злой так сказать грубый но как бы все-таки country style чё директ country walking для деревенские прогулки это вам не просто так говорится здесь у нас на заднике что здесь написано какой-то номер модели видимо да и газет или какая-то технология честно говоря не знаю слышал про инкап но здесь не знаю что такое если вы знаете напишите в комментариях ну в общем вот так это не выглядит то есть так вот они конечно странно но посмотрим как смотрится на ноге ну и последняя коробка классические кроссовки от new balance просто вот классический классичные никуда прям можно сказать модель ml 574 xd 10 размер и здесь у них ширина в вай на моем канале уже был обзор кроссовок от new balance а я заказывал на английском амазоне там была стандартная ширина и мне казались просто узкие реально после там получаса ходьбы вы нехали то нахождение в этих кроссовках ну не было некомфортно эти же кроссовки они величиной ширины и надеюсь в них будет прям ну прям хорошо давайте их посмотрим поближе а куда забыл кстати взвесить предыдущие там тревогу давайте уж раз уж взвешиваем все я любитель все здесь измерять и взвешивать но так что давайте этим весим тоже 310 граммов ok и эти кроссовки 372 370 через кайфово все качественно сделано когда обычно приятно брать в руки вот реально но это вот изделие здесь не кожа здесь текстильный верх подошва двойная то есть по технологии нкап она выполнена то есть здесь спененый внутри как он называется материал его то есть спененый какой-то полимера и для того чтобы амортизировать удары и уже его защищают уже грубая вот эта подошва чтобы как раз мягкий материал который находится внутри подпятки он не стирался при ходьбе для этого здесь вот эта коричневая часть сделана то есть она и не скользит она имеет такой грубый такой достаточно протектор и в то же время она защищает эту мягкую подошву ноут если ее я прям ее могу прям пальцем продавливаете она прям очень мягкая а у это резинка на подошве она прям ну очень-очень жесткая как здесь у нас на подошве логотип new balance сбоку также логотип new balance ну смотрите качество изготовления конечно кайфовая кстати где они сделаны давайте посмотрим на ярлычки обычно пишут да вот так надо быть видно вот мы этим вьетнам ну принципе чё молодцы хорошо контролирует процесс не знаю никаких ниток торчащих нет все выполнено очень качественно вот прям ну реально приятно брать в руки приятно на заднике кстати да еще тоже такая вставка но тип под кожу я не знаю насколько от натурального вроде как на среде похоже на натуральную кожу вставка и здесь штамповка new balance ну и надпись n cup на подошве я уже показывал вот она технология n cup и логотип не было меряем и смотрим теперь как это все выглядит начнем с кроссовок solconi я думаю конечно здесь размерчик точно не мой потому что ну изначально я покупал их большего размера вот ну просто интересно вообще как они смотрятся на ноге и вообще как они по комфорту ну первое ощущение я могу сказать что очень приятно то есть полота достаточная и мягкость то есть самой сам материал этот кроссовка он такой мягкий как-то вот нога ну это бывает то бывает обувь и очень ощущение такое комфорт создается здесь вот как раз тот случай так ну по длине давайте если вот у меня нашу 43 размер ну вот мой палец вот заканчивается то есть у меня еще здесь вот сколько пустоты реально где-то два сантиметра то есть на размеры можно брать минимум меньше то есть помимо того что solconi как бы чуть на пол размера были больше чем я ношу то здесь еще и как бы думаю нефтики большими лет так ну давайте посмотрим как они выглядят на ноге как-то так в принципе все комфортно мне нравится по ощущениям они ну приятно такой классические обычные такие стандартные кроссовки на каждый день не кричащие в общем вполне себе вполне себе неплохо смотрятся следующие кроссовки у нас были от new balance модель country walking ну давайте их поверим ну конечно кайф обуваешь их просто не за на раз за секунду не знаю никаких шнурков здесь нет только резинки некий зонков по так по размеру это был размер у нас десятка да это был размер десятка ну и вот мой палец принципе вот в этом в этих кроссовках для же не знаю как назвать говно давах грубо говоря принципе это прям на мой размер по ширине конечно они ну широкие да но как бы они экстравайт это не просто так то есть дело хотела узнать насколько экстравайт будет широким не слишком широкий слишком широковатые для меня на ноге они выглядят лучше чем просто когда я их достала с коробки увидеть честно говоря ну конечно да удобство снимания и одевания мы просто вообще на высшем уровне ну и последняя модель собственно ради которой я и начал заморачиваться вообще 6 пьемом и так далее 574 модель от new balance а увеличенной ширины плюс 6 пьема в том что многие модели имел выбор не только размеров длины именно она еще и ширины это плюс потому что например когда я покупал кроссовки не было с английского амазона там размера ширины и выбора выбора вот именно ширины не было поэтому ну то есть там только фиксированные размеры в длину то есть такая вот модель для европейского рынка она которая то есть которая не позволяла выбирать ширины кроссовка это было не очень удобно вот они не подошли но эти конечно да чувствуются но они не сказать что супер широкие по сравнению с теми но они как бы и не экстра white они обычные white ширина у них но конечно здесь по комфорту до существенно отличие вот от кроссовок с английского амазона один из первых моих обзоров обуви на моем канале был модель была по-моему тоже 574 любит называлась эта модель называется 574 xd так ну вот так они выглядят по моему просто шикардос и размер я думаю как раз подходящий ну то есть выбирает неплохо и по ширине в данном случае они будут уже гораздо лучше ну а по размеру то есть вот давайте я пощупаю где здесь пояс ну вот у меня заканчивается палец в принципе в принципе даже наверно можно было брать как ну вот насколько пустоты остается принципе можно было даже брать еще на пол размера поменьше наверно но здесь проблема в том что если их меньше длина то и ширина тоже будет меньше а здесь ширины как бы уже запаса не остается вот я наступаю на ногу и вот уже здесь чувствуется вот нога у меня это прямо здесь то есть ну не знаю стоит ли короче заморачиваться еще на размером размером меньше или стоит ну вот у меня палец принципе вот заканчивается вот сколько пустоты здесь не знаю может быть наверное не стоит то есть конечно можно было бы попробовать конечно померить там девять с половиной например размер от не баланс но в принципе я думаю десятка тоже нормально заходит более 6 носок одет самый-самый тончайший если носок будет чуть потолще то уже и наверно будет не так так свободно ну в общем эти кроссовки да мне очень нравятся и прямо не то что я хотел выглядит отлично что дорогие друзья на этом все если короче видос вам понравился ставьте лайки там шеры подписывайтесь на канал колокольчик жмите чтобы не пропускать новые обзоры в общем все это вот вы делаете то что вы должны делать и то что вы знаете вот короче все ссылки как обычно внизу в описании ссылка на изи шип тоже на посредник в описании на 6 м все в описании и очень все в описании всем удачи добра позитива этом хорошее настроение что там еще желают обычно всем пока и до новых встреч на моем канале посылка из китая